Всем привет, с вами Семен Манахсем и мы продолжаем проходить Assassin's Creed. Приятного просмотра! Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают... А потом ты спал сном мертвеца, сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малек считает, что это справедливо. Твоя жизнь. За жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех приберегий и своего звания. Ты вновь стал новичком. Ребенком. Как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие. Но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу Дасабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привезти ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное – твоя задача. Куда он пошел? Мира и покоя, Аль-Таир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно. Но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Вступай. И помни. Начни поиски с деревенского рынка. Похоже, он торопится. Как можно быть таким беспечным? Куда это он? Он точно кого-нибудь уйдет. Зачем он это делает? Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Альму Алиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит Корзинщик. Это не причина молчать. Ах, Корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с Корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха, не начал одной из своих же Корзин. Прячется, чтобы избежать расспросов. Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать. Но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Продолжение следует... Я вижу, как ты на меня смотришь. Знаю, что ты скажешь. Предатель? Я не предатель. Это Аль-Муалим без вас. Ты увидишь. Скоро вам всем откроется истина. Мы стоим на пороге. Пороге между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные. Но такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последует, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! Это было глупо. Кто-то должен остановить это. Хватит! Я скажу! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль. Он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Аль-Таир. Ты заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Более же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем девять имен. Девять человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. Девять жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Пойди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Что ж, на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры Дима Торзок Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...